Иисус сказал им, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня. Отец на небесах, мы снова приглашаем Твой Дух и молим, чтобы нам увидеть Иисуса прямо сейчас. Мы просим, чтобы Ты открыл нам Слово и коснулся сердец. Просим ради заслуг Иисуса и благодарим. Аминь». Сегодня мы начинаем новую серию встреч, и мы погрузимся в самую сложную, наиболее важную и жизненную тему из всей Библии. Если вы поймете эту тему, вы поймете все. Если же не поймете эту тему, грош цена всему, что у вас есть. Хотел бы начать с чего-то очень важного. Знаете, когда я говорю, часто что-то происходит после того, как я поем. Со мной что-то не так? Да. Нет. Почему вы улыбаетесь? Ну же. Я пытаюсь проповедовать здесь. Я не понимаю, почему вы улыбаетесь? Оу. Позвольте кое-что спросить. Если у вас есть салат, он хорош или плох? Салат или шпинат? Он хорош или плох? Да или нет? Вы уверены? Это полезно для вашего здоровья? Что ж, я поел, и салат остался у меня на зубах. Хорошо ли это? Но вы только что сказали, что салат хорош. Что же произошло? Салат оказался в неподходящем месте в неподходящее время. Если вы поели, и шпинат остался на зубах, и вы общаетесь с людьми и все смеются, вы можете сказать, шпинат – это превосходно. Я вегетарианец. Что ж, позвольте вам сказать, шпинат для вас плох, когда он оказывается в неподходящем месте в неподходящее время. Вам следовало бы после еды почистить зубы. Позвольте вас спросить кое-что. Доктрины хороши или нет? А? Церковь, мне нужен ответ. Доктрины хороши или нет? Вы уверены, что доктрины хороши? Например, суббота. Это хорошо или нет? Нет сомнений. Они хороши. Они есть в Библии. Они вдохновлены свыше. Они даны Богом. Могут ли они быть плохими для вас? Да или нет? Это трудный вопрос. Не говорите никому, пастор сказал, что доктрины плохие. Не об этом идет речь. Я подразумеваю другое. Хочу привести вам пример. Суббота чрезвычайно важна. Это по Библии. Ее дал нам Бог. Без сомнений. Фарисеи соблюдали субботу. Не так ли? Могу сказать с уверенностью. Они не работали в субботу. Они были лучше нас. Тем не менее, они убили Иисуса. У меня вопрос. Как же они соблюдали субботу? Приведу вам пример четвертой заповеди. Как вы думаете, следует ли нам соблюдать заповедь полностью или частично? Полностью. Первая часть гласит, что шесть дней вы должны работать. Кто об этом говорит? Разве это не так? Разве это не часть четвертой заповеди? Шесть дней делаю всякие дела твои. Знаете, множество людей нарушают четвертую заповедь тем, что не работают. Фактически они светят каждый день, потому что они ленивы. Они светят не только субботу. Может ли быть такое, что на самом деле вы соблюдаете субботу не тем, что не работаете, а тем, что встречаетесь с Богом? По какой причине Бог дал нам субботу? Не хотел ли Он, чтобы у нас было время с Ним? Итак, если вы ходите в церковь, не работаете, и при всем этом никогда не встречались с Богом, не проводили с Ним время, фактически вы нарушаете субботу, даже не осознавая этого. Возьмем другую доктрину или убеждение. Давайте поговорим о, не знаю, о состоянии мертвых. Спасает ли вас то, что вы верите, что люди после смерти уходят в землю? Я очень сомневаюсь. Поговорим о чем-нибудь другом, чего нет в 28 доктринах. Поговорим о здоровье. Спасет ли нас тот факт, что мы вегетарианцы? Соблюдаем ли мы действительно реформу здоровья? Это крайне важно. Реформа здоровья очень важна. Когда мы выполняем упражнения? Как насчет сна и чистого воздуха? Только потому, что мы что-то не едим. Означает ли, что мы ведем здоровый образ жизни? Позвольте спросить, знаете ли вы, насколько вредны рафинированные продукты? Как часто мы едим соевое мороженое, соевые бутерброды, соевую картошку? То и это соевое. Думаете, полезно есть рафинированную сою и называть это мороженым? Лучше пойдите и купите мороженое. Убедитесь еще в том, что оно шоколадное. Я не говорю, что здоровье не важно. Оно чрезвычайно важно. Может ли быть так, что мы думаем, что поступаем правильно, а на самом деле нет? Возьмем, к примеру, поклонение. Что такое поклонение? Факт, что в субботу утром мы приходим в церковь, не означает ли поклонение то, что мы должны приходить в Божье присутствие и поклоняться Богу? Поклонение – это не программа. Это должно быть поклонением Богу. Позвольте мне раскрыть этот вопрос. Если кто-то подойдет к вам и спросит, скажите мне вкратце, во что вы верите? Что вы ему ответите? Что ж, позволь рассказать 28 доктрин. Первая. Та-та-та-та-та-та-та-та. Вторая. Та-та-та. Через час он скажет. Извините, у меня больше нет времени. Продолжим, пожалуй, в следующий раз. Уверяю вас, следующего раза не будет. Это как если бы моя жена позвонила мне, когда я за рулем, и попросила. Дорогой, при возвращении домой, ты бы не остановился и не купил то и то, и это, и вот это, и… Дана, секунду, я забуду. Если бы ты сказала купить масло и соль, или только лук и картошку, я бы запомнил. Но если это список из 28 продуктов, то я уже забыл первый до того, как ты дошла до пятого. Не отправила бы ты мне сообщение? Если бы жена перечислила мне список из 28 продуктов, думаете, я их всех бы запомнил? Нет. Это как мы поступаем с людьми. Мы просто говорим и говорим. Люди не понимают и не знают, что вам следует говорить им при встречах. О, да. Вы можете им рассказать о 7С. Основы. Знаете, что такое 7С? Позвольте перечислить. Запомните. Суббота. Состояние мертвых. Спасение. Святилище. Второе пришествие. Дух пророчества. Служение. Это 7 основ. 7С. Вы запомнили их? Нет. Как же вы можете запомнить 28? Если вы не можете рассказать даже 7С. Основы. Куда еще 28? И не стоит упоминать, что у нас есть множество принципов сверх 28 доктрин. Итак, что же в центре? Что есть истина? Когда мы говорим «у нас истина», мы подразумеваем 28 библейских доктрин. Но может ли быть так, что мы ошибаемся? Послушайте внимательно. Иисус говорит «Я есмь истина». Иисус в разговоре с фарисеями сказал «Вы исследуете Писание. Читать Библию – это хорошо или плохо?» Конечно, хорошо. Исследуя Писание, вы надеетесь получить вечную жизнь. Выходите в церковь, читаете Библию, молитесь, правильно питаетесь, надеясь, что поступаете правильно, чтобы быть спасенным. В действительности Писания не спасут вас. Они всего лишь свидетельствуют обо мне. Я тот, кто спасает вас. Друзья, имейте в виду, может быть так, что у вас есть все правильные доктрины, верное понимание всего. Не поймите меня неправильно. Доктрины хороши. Я не выступаю против доктрин. Может случиться, что вы соблюдаете субботу, верите в правильные вещи и знаете их. Но в то же самое время вы увязли в формах и убеждениях и не поняли сути. Фарисеи были Божьим народом. Они были адвентистами седьмого дня того времени. Но они упустили из виду самое главное. Может ли так быть? Когда Иисус говорит о десяти девах, Он не говорит о мире, но о церкви, потому что девы чисты и церковь чиста. Но пятеро из них упустили самое важное. Когда вы исследуете Писание, когда молитесь, когда идете в церковь на поклонение, если вы не встречаетесь с Богом, вы теряете свое время. Ваши молитвы не имеют ценности. Ваше чтение Библии и ваше поклонение в церкви не имеют ценности. Вам лучше больше не терять своего времени. Делайте что-нибудь другое. Так как молитва подразумевает связь с Богом, если вы просто произносите молитву, а связи нет, вы упускаете суть. Библия предназначена открывать вам Бога. И если вы не узнаете больше о Боге, вы упускаете главное. Итак, во всем, что вы делаете, в двадцати восьми пунктах веры, если через них вы не находите Бога, вы упускаете суть. Давайте начнем с того, что же важно, как нам быть уверенными, что мы не застряли в верованиях, формах, что мы не упустили дух этих форм, причины этих форм. Как такое может быть, что часто слушая проповеди на протяжении всей жизни, у нас есть правильные убеждения, но мы до сих пор не изменились. В нас то же самое старое сердце, прежняя борьба, те же сомнения. Церковь, будучи адвентистами уже двадцать лет, не должны ли мы были измениться? Как вы объясните, что люди меняются крайне редко? Петр верил в библейские доктрины. Не так ли? Но когда Петр проповедовал и крестилось вначале три тысячи, потом пять тысяч людей, какую из двадцати восьми доктрин он проповедовал? Проповедовал ли он о субботе, о состоянии мертвых? Говорил ли он о втором пришествии, о святилище? Вы знаете, о чем он проповедовал? Иисус есть Бог. Вы распяли Его о необходимом для спасения. Точка. Вот и вся Его проповедь. Очень простая, не так ли? И пять тысяч крестилось. Церковь. Улавливаешь ли суть? Если у вас есть доктрины, и у вас нет Бога доктрин, доктрины не изменят, не преобразят, не спасут. Не потому, что они плохие. Но если у вас будет Бог-доктрин, вы не станете игнорировать доктрины. Они у вас будут. Но Бог-доктрин изменит ваше сердце. Есть в этом смысл? Что ж, позвольте мне начать с самого начала. Библия начинается прямо со слов в начале Бога. На иврите это два слова. Написано Решаиф Элохим. Но знаете, как это переводится? Английский перевод очень беден. Решаиф не переводится в начале. Перевод этого слова изначальный, главный, прежде чего-либо еще. Первый – это Бог. Он главный. Он должен быть прежде всего остального. Он должен быть началом, серединой, концом, всем. В общем, Библия не говорит, в начале сотворил Бог. Она говорит, в начале, прежде чего-либо еще, есть Бог. И Он должен быть Богом в вашей жизни. Не только при сотворении, но прежде всего, Бог должен быть первым. И Аллахим, между прочим, если вы посмотрите грамматику иврита, можете проверить. Это множественное, не единственное число. Там говорится не Бог, а Божество. Божественное. Прежде всего остального должна быть Троица. Должно быть Божество. Божественное. Это должно быть центром вашей жизни. Даже если приходим к этому и говорим, в начале, до всего остального, должен быть Бог. Если у вас нет этой истины, все, что у вас есть, ничего не стоит. Друзья, если у вас нет Бога, вы можете иметь правильное убеждение и все же не быть спасенными. Нам надо проверять себя, так как много раз мы так прилепляемся к формам, что на уровне чувств нам кажется, что если мы ходим в церковь, соблюдаем субботу, знаем пророчества и правильно питаемся, то мы в порядке. Мы можем обманывать себя, потому что когда он придет, он скажет, я не знаю вас. Господи, разве мы не соблюдали субботу? Разве мы не пророчествовали? Не благовествовали? Да, но вы не знаете меня, а я не знаю вас. Когда мы говорим, что в начале должен быть Бог, прежде всего остального, самым первым, что самым главным в нашей жизни должен быть Бог, даже в этом у нас есть очень большая путаница. Например, что такое Бог? Когда мы говорим, в центре нашей жизни должен быть Бог, то что такое Бог? Потому что, заметьте, это центр Писания, это главная часть Писания. Мы не говорим о доктринах. Все другие истины, доктрины, верования должны быть сосредоточены вокруг этой одной. Бог – это начало. Бог – центр нашей церкви, нашей жизни, наших молитв, нашего поклонения. Но послушайте, что же такое Бог? Если я говорю лошадь, что вы представляете? Вы знаете, как она выглядит. Представляете? Уши, хвост, четыре ноги. Когда я говорю ручка, о чем вы думаете? Понятно? Когда я говорю шпинат, что вам приходит на ум? Когда я говорю скамейка, что всплывает в вашем воображении? Сейчас, когда я говорю Бог, что приходит вам на ум? Куда вы поместите Бога в своем представлении? Как вы объясните Бога? Можете ли вы разъяснить Бога? Позвольте сказать, Бог бесконечен. Вы согласны со мной? Но наш разум очень-очень мал, очень ограничен, очень маленький разум. Простите, но так оно и есть. Так вот, как может ограниченный разум объяснить неограниченное и бесконечное? Это как если вы попросите комара объяснить работу компьютера Макинташ. Есть ли в этом смысл? Как мы можем, будучи крайне ограничены, объяснить бесконечного Бога? Потому что в нескольких местах Библия упоминает о глубина богатств, мудрости и знания Бога, как неисследимы, непостижимы Его пути. Можете ли вы действительно понять Бога или Его пути? Он владеет бессмертием. В основном вы говорите, у Него нет начала и нет конца. Когда вы говорите, что у Бога нет начала и конца? Попробуйте объяснить это. Как далеко вы уйдете в прошлое или в будущее? Можете ли вы постичь это? Бог вездесущ. Как вы это объясните? Сможете? Безграничная мудрость. Он знает все. Можете ли это объяснить? Безграничная сила. Он может совершить абсолютно все. Фактически в Его слове так много энергии, что когда Он говорит, ему не надо действовать. Это происходит. Да будет свет. И появился свет. Он даже не касался этого. Он говорит горе. Переместись. И гора перемещается. Как вы это объясните? Мы с трудом объясняем что-то небольшое. Тем более, как нам описать Бога? Что приходит вам на ум, когда вы думаете о Боге? Его величие непостижимо. Посмотрите, что Тозер пишет в книге Познания Святого. Страница 13. Стремление познать непознаваемое. Постичь непостижимое. Коснуться недоступного. Вкусить недосягаемое. Идолопоклонческое сердце предполагает, что Бог не таков, кем Он является. По Своей природе грех чудовищен. Он подменяет истинного Бога, сотворенным по Своему подобию. Божьего не знает ни один человек, но только Дух Божий. Только равному с ним Бог может передать тайну Своего Божества. Даже Божьи мысли так далеки от нас, как небо выше земли. Друзья, позвольте сказать, ограниченный ум не может понять или представить Бога. К примеру, если вы расположите червяка из вашего яблока или вишни на уровне пола, далее выше моего щенка Гуччи, и еще выше человека, вас или меня, а над нами ангелов. Библия говорит, что люди немного умолены перед ангелами, и над всеми Бога, то между червем и моим питомцем будет одно расстояние, между моим питомцем и мной расстояние побольше, между мной и ангелами расстояние еще больше. Какое расстояние между ангелами и Богом? Если вы возьмете всю Вселенную, в которой никто не знает, миллиарды и миллиарды, несчетное количество солнц, планет и галактик, Бог сотворил их, и Он превыше всей Вселенной. И вы хотите понять Его? Мы даже Вселенную постичь не можем. Попытка представить Бога – это грех, потому что Его нельзя представить. В тот момент, когда вы пытаетесь представить бесконечное в ограниченных человеческих словах, вы уже умоляете Бога, вы служите сатане. Знаете почему? Сатана пытается умолить Бога. Позвольте Богу быть Богом. Потому позвольте мне это сказать. Когда Моисей говорил с Богом и сказал, между прочим, то, что мы можем что-то объяснить, не значит, что мы можем объяснить все. Даже не пытайтесь объяснить Бога. Моисей сказал Богу, покажи мне славу Свою. Я хочу знать Тебя. Позволь мне увидеть Тебя. Я хочу знать, с кем я разговариваю. Бог посмотрел на него, покачал головой и спросил, ты не знаешь, о чем просишь, не так ли? И, вероятно, Бог спросил, в Библии этого нет. Можешь ли ты обозреть всю Вселенную? Нет. Можешь ли увидеть, по крайней мере, всю галактику, в которой находишься? Нет. Можешь ли увидеть Солнечную систему, в которой живешь? Нет. Ладно. Можешь ли видеть всю планету Земля? Нет. Можешь ли видеть дно океана? Нет. Что ж, я сотворил все это. И я превыше всего этого. Ты хочешь видеть меня? Бог сказал Моисею, послушай, я поставлю тебя в пещере. Хорошо, укрой ее. Пройду мимо. И когда я буду за сотню миль, я открою пещеру и дам тебе увидеть только пыль, только курпицу моей славы. Я дам тебе увидеть только чуть-чуть, миллиметр и даже меньше от моей славы. И Моисей был как бы ослеплен и начал светиться. Этого было слишком много для него. Бог сказал, я не могу позволить тебе увидеть меня, потому что ни один человек не может видеть меня и остаться живым. Если ты увидишь меня, мгновенно умрешь. Подобно Хиросиме. Я не могу тебе объяснить, потому что ты никогда не постигнешь меня своим разумом. Но я могу сделать кое-что, чтобы помочь тебе. Что я для тебя сделаю, так это расскажу тебе немного о себе. Что Бог рассказал Моисею? Он не увидел много. Он просто услышал голос, говорящий, «Господь, Господь, Он исполнен милости, любви, полон сострадания, готовый простить». Потому, когда вы говорите, я хочу узнать Бога, о чем на самом деле Он хочет рассказать вам, о своем характере, вы улавливаете суть. Давайте копнем глубже. Когда мы говорим о Боге, знаете, почему Бог ненавидит идолопоклонство? Ведь если идолы – не настоящие боги, нет смысла их ненавидеть. Скажу вам почему. Потому что когда Бог говорит, «Да не будет у вас других богов», не сотворите образов, изображений, идолов и даже картин, изображающих Бога. Что он имеет в виду? Послушайте, это именно то, что сатана хочет, чтобы вы делали. Так как когда вы пытаетесь изобразить Бога или представить Его, вы представляете Его в ложном свете. Почему? Идолопоклонство превращает бесконечного Бога в нечто видимое и доступное для понимания, делает его маленьким. Оно берет несравнимое и с чем-то сравнивает. Невообразимое и делает вообразимым. Его бесконечного делает ограниченным. Его вечного делает конечным. Того, кого человеческие слова не в состоянии описать, разум не в состоянии постичь, картины не в состоянии отобразить, безграничного, и делает его маленьким. Невыразимого, непередаваемого, неописуемого, умаляет до каких-то слов и каких-то картин. Сатана жаждет, чтобы вы поступали так. По сути, когда вы это делаете, это как раз то, что сатана пытается сделать. Это абсурд. Бог говорит, «Эй, я хочу немного открыть тебе себя, ведь я создал тебя по своему образу. Но как ты можешь узнать, какой я, если не знаешь, какой ты сам? Я хотел вам показать себя, потому послал Иисуса. Когда я захотел поведать вам о том, кто я, я отправил Иисуса. Между прочим, мы говорим об идолопоклонстве. И в 44 главе пророка Исаии говорится, что самым безумным странным в этом есть то, что человек срубает дерево на заднем дворе своего дома. Часть дерева пускает на мебель, другую часть – на дрова для огня, а из оставшейся части дерева делает Бога. Вам надо быть очень осторожными, чтобы не использовать предназначенную часть для Бога в качестве части для огня, иначе по невнимательности сожгете Бога. И если ваш дом загорелся, то вам надо бежать и спасать Бога, чтобы ему не сгореть вместе с домом. Не предполагается ли, что Бог спасает вас, а не вы спасаете Бога? Это идолопоклонство. Вы настолько умоляете Бога, что у вас нет ни уважения, ни страха, и нет веры. Поскольку вы пытаетесь представить Его, вы ограничиваете Его, и после не доверяете Ему. Позвольте Богу быть безграничным, так как Он безграничен. Итак, двинемся дальше. Когда Бог попытался немного показать себя ограниченному человеческому разуму, Он послал Иисуса. Но Иисус пришел не в божественной природе, так как если бы Иисус пришел в божественности, мы не могли бы понять, не могли бы смотреть на Него, мы бы умерли. Иисус пришел в человеческой природе. И сколько же мы знаем о Боге? Он дал нам ровно столько, сколько мы можем постичь нашим мышлениям. Иисус пришел не для того, чтобы открыть Божью форму, или природу, или бесконечность, или силу, или вездесущность. Иисус пришел не для того, чтобы показать сущность, природу, тело Бога. Иисус пришел показать характер Бога. Иисус пришел открыть Божий характер, показать, что Бог есть любовь. Послушайте, что написано. Иисус пришел открыть Божий характер. И то, что Бог решил открыть, чрезвычайно важно. Это необходимо для нашего спасения. Фактически, это главная истина Библии. Что является самой важной, самой необходимой доктриной Библии? Вы улавливаете суть? Говорю ли я, что остальные доктрины не важны? Нет. Я говорю, что это центр. Вся Библия, все доктрины, вся система убеждений, все в Ветхом и Новом Завете, святилище, все в Библии говорит о Боге и крутится вокруг Него. Это фраза из трех слов, которые Бог дал для описания Себя, когда Он говорит, кто не любит, тот не знает Бога, потому что знать Бога – это любить, потому что Бог есть. Что? Но это все, что у нас есть в качестве описания Бога в Библии. Не говорится, что Бог любящий. Написано, Бог есть любовь. В греческом это существительное. Это все, что мы знаем о Боге. Здесь не говорится о Божьих характеристиках. Говорится о Боге, кто Он есть. И даже если говорим, что Бог есть любовь, мы потеряны, так как Божья любовь не может быть сравнима с тем, что мы, люди, понимаем под словом «любовь», потому что Божья любовь так далека от нашей любви, как небо от земли. Даже это слово мы не можем понять. Как же мы можем объяснить Божью безграничную любовь? Послушайте, друзья, созерцание Его любви – это самая могущественная сила во Вселенной. Это единственная доктрина, которая может изменить и спасти вас. В сущности, все остальные верования, что у нас есть, замечательны, хороши, вдохновлены Богом и являются библейскими. Но если они не говорят о Боге и о Его любви, они не имеют значения. Не знаю, услышали ли вы то, что я сказал. Когда вы идете в церковь, если вы не понимаете, что Бог есть любовь, в этом нет ценности. Когда вы молитесь, если вы не фокусируетесь на познании Бога и Его любви, это не имеет ценности. Когда вы изучаете Библию, если вы не постигаете Бога и Его любви, это не имеет ценности. Во что бы вы ни верили, если в центре фокус не лежит на Боге и Его любви, это не имеет ценности. Это как велосипед, колесо, спицы и втулка. Бог есть любовь – это втулка. Все остальное должно быть присоединено к ней. Во что бы вы ни верили, Если это не связано с центром, это вас не спасет. Доктрины хороши, но они должны быть связаны с «Бог есть любовь». Если вы идете в церковь и не знаете, что «Бог есть любовь», знаете, что вы тогда делаете? Любовь развивает у детей чувство защищенности. Вот что говорят психологи. Дети, не имеющие любви, не чувствуют себя защищенными. Люди, не испытывающие Божьей любви и благодати, люди окружают себя правилами, чтобы чувствовать себя безопасно. Вы следуете за мной. Правила — это неплохо, но когда вы понимаете, что «Бог есть любовь», тогда доктрины пристекают естественно, без человеческих усилий. Вы не боретесь, чтобы соблюсти субботу. Вы наслаждаетесь, потому что вы в живых отношениях с Богом. Вы не боретесь, чтобы найти время для молитвы и изучения Библии. Вы любите это, потому что вы близки с Богом. Все доктрины, что у вас есть, должны быть соединены с втулкой, с тем определением, что мы имеем. Единственным, какой Бог дал нам о себе. Бог есть любовь. Это все, что у нас есть. И этого достаточно для спасения. На самом деле это то, что изменит вас. Все человеческие усилия никогда не смогут изменить ваше сердце. Библия говорит, что мы преображаемся взирая. Мы смотрим в зеркало расплывчато, но созерцая его благодать и его любовь. Мы преображаемся от славы в славу. Дух пророчества говорит, что мы меняемся без человеческих усилий, только взирая на его любовь. Если вы не созерцаете «Бог есть любовь», вы никогда не будете спасены или изменены. Библия говорит, что нам надо знать любовь Бога, которая превосходит всякое человеческое познание. Как вы можете познать непознаваемое? Как вы можете познать то, что лежит за пределами человеческой способности познавать? Тем не менее, в Библии написано, «Ищите лица моего, ищите Бога». Знать Бога – жизнь вечная. Иоанна 17, 3. Знать Бога – и есть жизнь. Потому Библия говорит, «Если взыщете меня, я позволю вам найти себя». Бог не говорит о том, что вы найдете его естество. О, вы будете способны увидеть его, как он есть. Бог говорит, что чем больше вы ищете его, тем больше он позволяет вам понять его любовь. Это то, что он открывает вам и мне. Чем больше вы понимаете его любовь, тем больше у вас веры, мира и доверия. Если же вы сомневаетесь, значит, вы не понимаете его любовь. Чем больше мира, веры вы имеете в нем, тем больше вы доверяете ему и любите его, когда видите, каков он. И чем больше вы любите его, тем ближе вы становитесь к нему и еще больше ищите Его. Мы говорили об этом какое-то время назад. По сути, что есть Бог, не знает никто. Даже ангелы. Никто во Вселенной. Так как, чтобы знать Бога, вам надо быть как Бог. Если вы ниже Бога, вы не можете постичь Его. Этот мост никогда не будет перейден. В вечности мы будем узнавать все больше и больше о Боге. Но мы никогда полностью не поймем Бога. Это глубочайшая из всех тайн, всех времен, во всей Вселенной. Однако вот что мы знаем. Бог есть Любовь. Жизненно важно знать эту центральную истину о том, что Бог есть Любовь, к которой должны притягиваться и присоединяться все остальные истины. Это самая важная часть жизни, самая важная истина во всей Вселенной. Все то остальное, что мы знаем или делаем, включая посещение церкви, молитву, изучение Библии, соблюдение субботы, включая все доктрины, учения, ничего не стоит, не имеет силы изменить или спасти, если оно не сосредоточено в фразе из трех слов. Бог есть Любовь. И если все то не поддерживает эту истину. Жизнью вечной является знать эту фразу «Бог есть Любовь». Размышлять над ней, созерцать ее, проводить время, думая об этом. Это самая могущественная сила во Вселенной, что может изменить сердце и спасти величайшего грешника. Размышлять над этой фразой из трех слов «Бог есть Любовь». В этом единственная сила, что может изменить и спасти. Больше ничего. Все остальное естественным образом следует за этим. Это как «Мне нравится то, что говорил пастор. Мы, друзья, общаемся и встречаемся на лагерных собраниях». Он дал этот удивительный пример. Скажу вам почему. Так как я сам так делал. Когда проходило собрание совета, я поднимался на чудак и подслушивал через... Не знаю, как вы это называете, то, что используете для обогрева помещения. Это что-то вроде элементов радиатора, батареи, с горячей в них водой. Летом они пустые. В общем, я открывал на чердаке задвижку, убеждался, что она открывалась в комнате, где проходил совет церкви, и все прослушивал по трубе. Я знал все секреты совета церкви. Я сказал своему отцу, «Я в точности знаю все, о чем вы говорили. И мой отец, ты ничего не знаешь. Ты всего лишь что-то уловил из обсуждения вопроса. Ты ничего не знаешь. Это как мы думаем, что мы знаем о Боге. Мы ничего не знаем. Это как сказал тот пастор. Если ты находишься в комнате с большой-пребольшой, гигантской, толстой крепкой стеной, за которой находится Бог, и если в комнате есть дверь, и в ней замочная скважина, в которую можно ставить ключ, чтобы открыть дверь, если вы наклонитесь и посмотрите через эту замочную скважину, то комната внутри бесконечна, больше вселенной. И когда вы смотрите сквозь это отверстие, вы видите яркий свет, отводите свои глаза и говорите, «Люди, сейчас я вижу голубые звезды». Вы говорите, «Я знаю Бога». Вы увидели малую часть, крупицы Божьего света. Это все, что вы знаете. Вы частицы пылинки. Ведь если вы посмотрите не с Божьей перспективы, не с перспективы Вселенной, не с высоты галактики или Земли, если вы посмотрите просто самолета, вы не увидите себя. Вы так малы. Мы пылинки. Боже, куда больше Вселенной. Видя немного света, мы говорим, «Оу, я знаю Бога». Мы ничего не знаем. Вот все, что мы можем узнать. И этого достаточно, чтобы быть спасенным. Бог есть любовь. Послушайте теперь внимательно. Почему это так важно? Непрекращающиеся усилия сатаны направлены на то, чтобы извратить Божий характер. Хотите ли, чтобы я повторила это? С самого начала, до сотворения человека. В самом начале сатана подошел к ангелам и спросил, «Вы действительно думаете, что Бог таков, как Он говорит? Что Он есть любовь? Я сомневаюсь в этом». Почему Он не позволит вам обладать такой же силой, как у Него? Он начал искажать характер Бога и сказал, «Бог не является любовью». Это то, что Он сказал Еве. «Думаешь, вы умрете?» «Нет. Он боится, что вы станете, как Он. Вы не умрете». «Что Он делал?» «Говорил ложь о том, кем является Бог. Вы не умрете. Он боится, что вы станете подобны Ему». Сатана пытается выставить Бога в ложном свете, потому что если он сможет представить Бога отличным от того, кем на самом деле Бог является, мы не будем доверять Богу. А если мы не доверяем Богу, мы теряем спасение. Он внушает людям ложное представление о Боге. Так что они начинают бояться и ненавидеть Его, вместо того, чтобы любить. Дьявол приписывает Творцу собственную жестокость. И затем это внедряется в религиозные системы и проявляется в большинстве богослужений. Возможно ли, что на наше поклонение влияет неверное представление о Боге? И возможно ли, что на наши молитвы влияет неверное представление о Боге? Это желание сатаны. Таким путем люди перестают различать, где истина, а где ложь. И сатана превращает их в своих союзников. Вау! Тут говорится о религиозных людях. Послушайте, друзья. Знать Бога жизненно важно. Настолько важно, что это единственная истина во Вселенной, в Библии, в истории, которая может спасти нас. И ничто другое не имело бы никакого значения, если бы у нас не было этой истины. С ней же все доктрины имеют смысл. И чрезвычайно важны. Без этой истины все остальные не имеют смысла. И ничем не помогут. Хочу дать вам то, что, по сути, чрезвычайно важно. Иисус пришел спасти. Но Он пришел не только спасти. Он приходил, чтобы показать, кем является Бог. Показать Его характер. Дать знать Бога. Иисус, Божий Сын, пришел с небес открыть Отца. Покажи нам, Отца. Ты был со мной, Филипп. И ты говоришь, что не знаешь Отца? Видевший Меня, видел я Отца. О чем здесь Иисус говорит? О том, что у Отца такое же лицо, рост, вес и все, как было тогда у Иисуса? Об этом ли Он говорит Филиппу? Или Он говорит, «Ты знаешь Мою любовь. Ты знаешь, что Отец любит тебя». Иисус приходил не только спасти, но и показать, каков Бог. Так как если мы постигнем это, мы спасены. И если Вселенная поймет это, она спасена для вечности. Как только мы узнаем Бога, мы обретем вечность. Вся Библия основана на этом. Фактически все религии, идеи, правила, учения, все хороши, если они доказывают эту одну истину, что Бог есть любовь. Десять заповедей. Первые четыре — это любовь к Богу. Следующие шесть — любовь к людям. Они все о любви, если вы соблюдаете их и не любите. Вы фарисеи. Знаю в церкви людей, которые говорят, что они любят Бога и ближнего. Но как только вы немного их послушаете, они начинают критиковать. Если вы любите людей, вы не критикуете их, вы молитесь за них. Если вы любите людей, вы не судите их даже в мыслях, потому что вы любите, как Бог любит. Вы молитесь за них и помогаете им. Как только вы судите кого-то, осуждение от сатаны. Сатана является обвинителем. Сатанос означает обвинитель своих братьев. Это характер сатаны. Божий характер. Это жертвовать собой и спасать людей. Мария пришла, и Иисус спросил ее, «Где твои обвинители?» Она огляделась. Они ушли. Иисус сказал, «Знаешь, я должен тебя осудить. Ты заслуживаешь смерти». Это ли Он сказал ей? «Я не осуждаю тебя. Я пришел не губить. Я пришел спасти. Потому что Бог есть любовь». Люди, что будут потеряны, они погибнут не по причине своих грехов, но по причине их отказа от любви Божией, так как Божья любовь способна изменить величайшего грешника без усилий. Проблема не в грехе и не в испытаниях или в гигантах, которые нам надо преодолеть, но в том, чтобы понять, что Бог есть любовь, и сделать желанием всей своей жизни стремится познать любовь Божью, так как чем больше вы стремитесь познать любовь Божью, тем вы в большей безопасности. Вам не надо понимать, как Он вас спасет. Вы даже не можете. Вам надо быть Богом, чтобы понять, как Он работает. Вам не надо заслуживать. Вам не надо понимать, как Он дает вам победу над определенными грехами или привычками. Вам просто надо стремиться познать, что Бог есть любовь. Перейдем к следующему слайду. Вся Библия основана на этой истине. Закон основывается на этой истине. Доктрины рассказывают одну историю, одну тему. И нам следует постоянно стремиться познавать эту истину, что Бог есть любовь. Потому Библия говорит, кто не любит, тот не знает Бога. Потому что это Бог. Бог есть любовь. Это вечная жизнь. Познать Бога. Уразуметь любовь, превосходящее человеческое разумение. Послушайте, что написано в книге «Деяния апостолов». Церковь-хранительница. Чего? Там не говорится доктрин. Выступаю ли я против доктрин? Я всего лишь хочу дать вам понимание того, что это центр. Чтобы все остальное имело смысл. И было хорошо. Нам надо искать, убедиться, что мы достигли центра. Если же нет, это будет салатом на зубах. Нам надо убедиться, что когда у нас есть все хорошие вещи в отношении веры и религии, у нас правильный центр. Церковь-хранительница Божьей любви. Вот что нам надо явить миру. Вот что дает Евангелию силу спасать. Вот что приводит людей, когда мы отражаем любовь Бога. Мы не можем отражать любовь Бога, обучаясь теоретическим знаниям. Мы отражаем Божью любовь, проводя с Ним время и ища познание Его. Чем больше мы Его созерцаем, тем больше преображаемся, даже не осознавая, что мы преобразованы. В каждом истинном ученике, послушайте, есть ученики, но не истинные. В каждом истинном ученике эта любовь горит на жертвеннике сердца. Именно на земле любовь Божия была явлена во Христе. И именно на земле Его дети должны отражать эту любовь. Потому, когда люди спрашивают, во что вы верите? Должны ли вы рассказывать им 28 доктрин? Или вам следует сказать, я верю в Бога, который поразительный. Удивительный настолько, что когда созерцаю Его, я не нахожу слов. Когда смотрю на Бога, я просто в восторге. Я говорю, я ничего не понимаю, но я в шоке. Я тоже тебя люблю. Они говорят, о, мы тоже в это верим. Действительно? Расскажите мне о Божьей любви. Только после того, как вы пережили, что Бог есть любовь. Вы можете рассказать им, как Бог любит. Потому что заповеди имеют смысл, если они выражают любовь Бога к вам. Если вы внимательно посмотрите, пойдите и узнайте из видеосерии «Десять заповедей». Вы увидите, как каждая заповедь на самом деле заботится о том, чтобы вы были счастливы и благословены. Потому что это не «Десять заповедей», это «Десять благословений», которые защищают ваше счастье и благословение, безопасность и спасение. Не через послушание им, но через понимание Божьей любви. Потому здесь написано. Таким образом, грешники. Кто? Грешники будут приведены ко кресту, чтобы созерцать. Кого? Агнца Божьего. Можем сказать «Созерцать любовь Божью». Нет другого способа рассказать Божью историю. Нет другого способа оказать влияние на кого-либо или уловить отблеск того, чему подобен Бог. Даже стать ближе к Богу. Есть только один путь начать и закончить. Один способ иметь мир, силу и радость. Один путь к изобильной жизни здесь и к жизни вечной. Есть один путь. И он заключен в одной фразе из трех слов. Бог есть любовь. Размышление над этой фразой, над этой любовью должно стать целью нашей жизни. Нам следует хотеть понимать, искать познание, желать и жаждать Божьей любви. Созерцать ее – это единственный способ измениться и спастись. Это та истина, что у нас есть о Боге. Бог есть любовь. На сегодня мы закончили. Мы начали новый цикл проповедей. И это первое. Мы вникнем глубже в то, что означает Божья любовь. У нас будет несколько проповедей. И чем дальше мы будем идти, тем глубже погрузимся в библейские примеры. Но перед этим вот что нам надо понять. Еще два слайда. Это добрая весть. Если хотите знать Евангелие, то вот оно. Бог есть любовь. Это значит познать любовь Божью и быть наполненным Его присутствием. Евангелие – это не об обещаниях, что вы даете Богу, или о том, что вы делаете для Него. Это об обещаниях, что Бог дает вам, и о том, что Он делает для вас. Вы размышляете над этим. Вы поражены и принимаете это верой. Вот что есть Евангелие. Именно это изменит вас. Вы не меняетесь, чтобы заслужить любовь. Вы принимаете любовь. И тогда вы изменены. Вот Евангелие. Если вы не ищете этой истины, ваша религия пуста, бессильна и мертва. Мы должны стремиться познать Бога и Его любовь, чтобы что-то непроходящее произошло в нашей жизни. Только тогда Бог может работать в нас и через нас. Церковь. Иисус скоро придет. Вы оглядываетесь и замечаете, что происходит событие. Люди все больше и больше спрашивают об адвентийской церкви. Я пришел в парикмахерскую, и когда разговаривала с леди, та спросила, «Где вы работаете?» «Я пастор». «В какой церкви?» «В церкви адвентистов седьмого дня в Лексингтоне». «О, как Бен Карсон?» «Нет, он не ходит в нашу церковь». «Да, я знаю». «Но он адвентист седьмого дня». «Да». «Что ж, знаете, что я сделала?» «Я же». «Нет». «Я подумала, она скажет, что сделала что-то неправильное, и попросит молиться за нее». «Не-а». «Я зашла в интернет и задала поиск об адвентистах, потому что хочу знать, за кого голосую». «Она голосовала за адвентистов седьмого дня». «Она говорит». «Я буду голосовать за вас, друзья». «Я же». «Вы голосуете не за нас». «Если вы голосуете, то за Бен Карсона». «О, нет. Мне надо знать, во что вы верите». «И теперь я знаю». «Это суббота. И то, и это». «Вы неправильно поняли». «Она же». «Что вы имеете в виду?» «Я тщательно искала в интернете». «Мы верим, что Бог есть любовь». «О, она растерялась». «Мы тоже в это верим». «Я же». «Тогда у вас должна быть радость». «Она была озадачена». «Что вы имеете в виду?» «Если вы понимаете Божью любовь, вы уже на небесах». «И она». «Никто мне об этом не говорил». «Люди ищут информацию о нас». «Им надо знать, что говорит Библия». «Они должны видеть Божью любовь». «Вы следуете за мной». «Вот когда их влечет». Церковь призвана провозглашать об этом. Бог призывает Церковь осознать эту истину, сделать ее центральной, искать и молиться о Его присутствии. Молиться о том, чтобы быть наполненными Божьей любовью, Его присутствием. Молиться о том, чтобы исполниться Святым Духом и чтобы Божья любовь излилась в нас. Когда мы постигнем это, все остальное придет без усилий и приобретет смысл и силу. Сейчас то время, чтобы мы поняли и искали это. Помолимся. Отец на небесах. Мы не можем постичь, кем ты являешься, но мы счастливы, что ты дал нам достаточно, чтобы быть преобразованными и спасенными. Удивительно, что три слова «Бог есть любовь» могут иметь столько силы, что могут спасти таких, как мы. Отец, мы не понимаем, как это действует, но мы молимся, чтобы ты дал нам жажду и желание стремиться познать тебя, исследовать, чтобы познавать тебя, искать того, чтобы быть наполненными твоим присутствием, твоей любовью и отражать тебя до такой степени, чтобы другие могли познать тебя через нас. Господи, приди своим Духом во время исследования этой темы. Открой наши сердца и наполни нас Твоим присутствием. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Подними кому-нибудь настроение и пусть чей-то разум будет занят хорошими мыслями, поспособствуй тому, чтобы чей-то день, ну или его часть, прошла позитивно. Ведь за это взамен ты получишь только хороший отклик. Если ты еще не подписался на канал, подпишись. Это скажется на том, что такие видео будут выходить чаще и ты будешь проинформирован о каждом таком выпуске. Не забудь оставить свой комментарий. Кому-то он будет представлять ценность и актуальность. Замечательного тебе дня и до новых выпусков видео.